Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ новости. В студии работает Гульмира Тимиргалиева, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. На рубеже веков. Историческая встреча двух радиоколлективов состоялась в Талдыкургане. Народный блюститель. Районный блогер помог выявить сбыт контрафактной алкогольной продукции. Новый облик. Дом культуры в Кигенском районе распахнул двери после капремонта. Голос эпохи. Знаменательные даты в этом году празднует информационная сфера Казахстана. Народному радио исполняется 100 лет. Сегодня его программы звучат по всей стране. И оно по-прежнему собрежает возле приемников десятки тысяч слушателей. Запомнится 2021 год и еще одной важной датой. 55 лет радио «Шалкар». На чествование сотрудников именитых СМИ побывал и наш корреспондент. Коллективы двух исторических радио сегодня встретили с Талдыкургане. В Доме журналистов они почтили память своего верного коллеги Бейсена Куранбека. Вспомнили взлеты и падения отечественного телевидения, в том числе и телеканала ЖТСУ. Гости отметили, что областное ТВ сформировало собственную школу журналистики. И в этом неоспоримая заслуга и Бейсена Куранбека. Бейсен являлся великой личностью. Он с особым уважением относился к нашему радио и к радио в целом. Мы гордимся этим и относимся к памяти о нем с особым трепетом, так как Бейсен внес весомую лепту в развитие казахстанской журналистики. Вот уже сто лет на просторах радиоэфира звучит казахская речь. Отрана, что уже четвертое поколение казахстанцев растет и воспитывается на передачах казахского радио, которое неизменно остается голосом страны и ее народа. Юбилейный год торжественно открыли во Дворце культуры имени Ильяса Жанцугурова. От имени главы региона заместитель Акима Алматинской области Рустам Али поздравил со знаменательной датой сотрудников радиовещания. 55 лет исполнилось радио «Шалкар». Впервые вещать на весь Казахстан она начала 1 января 1966 года. Это единственная в республике волна, освещающая духовность нации и пропагандирующая ценности казахского народа. Сегодня и ее сотрудников отметили благодарственными письмами. Наше радио на сегодняшний день слушает 65% жителей территории всего Казахстана. В Алматинской области сосредоточено наибольшее количество слушателей. Мы намерены и дальше укреплять дружеские взаимоотношения с ЖТСУСКИМ Краем. Казахское радио и радио «Шалкар» – это СМИ, неустанно работающие на благо страны. Это два источника официальной и оперативной информации, которые круглосуточно вещают о традициях, обычаях, языке, религии, политике, литературе и культуре. Юбилейные мероприятия двух исторических средств массовой информации пройдут и в других регионах. Активное развитие культурной отрасли. Алматинская область уделяет большое внимание развитию досуга сельского населения и строительству культурных объектов. За 2020 год проведен капитальный ремонт порядка 10 домов культуры в регионе. Работа продолжается и в новом году. В селе Узунбулак Кигенского района дом культуры, построенный более 30 лет назад, вновь встречает сельчан после реконструкции. Капитального ремонта в Узунбулакском доме культуры не проводилось со дня постройки. В 2013 году здание было признано непригодным к дальнейшей эксплуатации и прекратило работу. Так оно простояло 8 лет. Теперь, благодаря программе «Дорожная карта занятости», оно обрело новую жизнь. Из республиканского бюджета выделено свыше 350 миллионов на реконструкцию. Новая система отопления, электропроводка, система канализации, водопровода и многое другое позволили Дому культуры заново открыть свои двери для местных жителей. Мы начали капитальный ремонт этого объекта в мае. Закончили в срок, несмотря на пандемию. 80 человек трудоустроены, 40 из которых – из числа местного населения. Во времена кризиса этот объект остался без внимания. Теперь он полностью отремонтирован. Многие использованные материалы нашего отечественного производства. Для жителей села Узунбулах открытие Дома культуры – долгожданный праздник. Теперь, спустя 8 лет, их дети снова смогут посещать различные кружки и спортивные секции в обновлённом ДК. Полностью заменена и материально-техническая база, различный новый инвентарь, современная стереосистема и многое другое. Теперь, говорят местные жители, культурная жизнь населения значительно обогатится. «Жители нашего села очень рады. Спасибо руководству района и области за этот прекрасно отремонтированный Дом культуры. Качество работы на высоком уровне. У нашего села богатая культурная жизнь, полная ярких моментов. Его посещали такие знаменитости, как Биби Гульту Легенова, политический деятель Озбекали Жанбеков и другие. Все они приезжали сюда, в этот Дом культуры». Занятий по интересам для детей и взрослых – широкий спектр. Спортивные секции и залы для бокса и волейбола. Оборудованные аудиторией для занятий музыкой, студии танцев и изобразительного искусства. «Наш Дом культуры нуждался в капитальном ремонте. Поэтому этот день стал поводом для большой радости для наших жителей. В нашем Доме культуры сейчас работают шесть кружков – танцевальные, вокальные и другие, а также спортивные секции по боксу и волейболу. Все очень рады открытию ДК после стольких лет. Занятия в кружках уже идут полным ходом». «Рады, что открылся спортсалка, которая нам нравится, хорошо сделана. Есть возможность заниматься волейболом, любимым спортом здесь. Боксом, борьбой можно заниматься здесь. Турниры можно проводить хорошие. Спасибо. Руководство, поддержание нас. Всего в Кигинском районе по дорожной карте занятости реализованы порядка 50 проектов. На следующий год планируется провести капитальный ремонт еще трех домов культуры. Рустам Мараубаев, Абуэх Турпай, телеканал ЖИЦУ. 771 заболевший и 4 летальных исхода за сутки. Случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в стране, по официальным данным, составило 159 044. Умерли 2262 человека. На сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжает получать 22 791 пациент. Из них в сационарах находится 5 212, на амбулаторном уровне 17 579. Один в поле воин. Благодаря неравнодушию известного блогера была выявлена незаконная реализация контрафактных спиртных напитков в Толгарском районе. По инициативе отделя Мукашева на площадке антикоррупционной службы Алматинской области организовали диалоговую встречу по рассмотрению и обсуждению данного вопроса. В число участников круглого стола вошли сотрудники антикоррупционной службы, прокуратуры, полиции, департамента экономических расследований, а также управление государственных доходов Алматинской области. В ходе собрания его участники пришли к единому мнению – объединить усилия для дальнейшего решения проблем, озвученных жителям Толгарского района. В дальнейшем такие встречи необходимы просто. Раз мы сделали первый шаг, мы должны идти до конца. Эти встречи будут проводиться. Я думаю, что каждый год мы должны вот так вот собираться. И более того, в своих статьях пишут, что каждый казахстанец в борьбе с коррупцией принимал самую активную часть. Не надо бояться. Сегодня в целом департамент по исполнению концепции президента слышащих государства было рассмотрено обращение жителей Толгарского района. В целом наш департамент обращается к нашим жителям по разным интересующим вопросам и проблемным вопросам. Также мы хотим призывать всех в последующем, если со стороны, скажем, жителей будут выявляться или имеется информация о противозаконном деянии, мы готовы всесторонне проводить оперативные мероприятия. Твой голос важен. Военнослужащие Алматинской области начали подготовку к предстоящим выборам в депутаты Мажелиса парламента Республики Казахстан. Около 15 солдат срочной службы посетили избирательный пункт, где заранее ознакомились с процедурой голосования. Подробности у Дамира Анитова. Выборы депутатов Мажелиса парламента Республики Казахстан – значимое событие для всей страны. Все сотрудники госучреждений и просто неравнодушные к судьбе государства граждане готовятся сделать выбор за своего кандидата и партию. Военнослужащие войсковой части 18-404 также не остались в стороне. В преддверии выборов солдат срочной службы привезли на один из избирательных пунктов для ознакомления с процедурой голосования. Мы привезли часть солдат срочной службы для репетиции, показать, как будут проходить, в каком формате будут проходить выборы депутатов. С соблюдением всех санитарных норм. Все солдаты рады тому, что будут голосовать за ту или иную партию. Была произведена работа со стороны воспитателей нашей части по разъяснению, объяснению работы той или иной партии. Меры безопасности в избирательных пунктах строгие. Помещения заранее обрабатываются спецсредствами. На входе всем измеряют температуру. Обязательное наличие антисептика. Словом, для избирателей созданы все условия. Вхожу в службу войсковой части 18-404. Через несколько дней, 10 января, состоятся выборы в парламент. Я рад и горжусь, что, неся службу в армию, у меня есть возможность сделать свой выбор и поддержать ту партию, за которую я решил голосовать. Хочу сказать всем казахстанцам, не будьте равнодушными, сделайте свой выбор, не оставайтесь в стороне. К слову, сегодня подготовка к выборам прошли около 15 солдат срочной службы. Оставшиеся 360 военнослужащих также смогут до 10 января посетить избирательный пункт. Проявить гражданскую позицию и сделать правильный выбор призывают жители Алматинской области. Призываю все казахстанцы принять участие в предстоящих выборах. От данного голосования зависит дальнейшая судьба всего государства. Считаю, что каждый уважающий себя гражданин нашей страны должен сделать выбор. Не будьте равнодушны к своему будущему и будущему наших детей. Я мать двоих совершеннолетних детей. В этом году они вместе со мной пойдут голосовать на наш девятый участок, чтобы сделать свой выбор. Почему? Потому что мы, как граждане Казахстана, мы хотим изменить жизнь к лучшему. Поэтому мы идем на выборы. Мы должны сегодня проявить свою гражданскую активность. Если не мы, то кто? Поэтому я призываю всех 10 января пойти на выборы. Дорогие соотечественники житой Суицы, мы хотим жить в независимом, цветущем Казахстане. Там, где самое главное – это забота о нас, простых гражданах, об уверенном будущем наших детей. Там, где царит мир и согласие. Я хочу сделать свой выбор и проголосовать за простое человеческое счастье. Дорогие друзья, я, как представитель старшего поколения, призываю вас принять активное участие в выборах. Давайте пойдем и сделаем свой выбор и проголосуем за мир и счастье в нашей стране. Первым делом, первым делом. Прыжки с парашютом совершили контрактники десантно-штурмовых войск. Учения проводились в Алматинской области и мегаполисе Алматы согласно плана боевой подготовки солдат. Подробнее в следующем материале. Сотни километров над землей и бешеный адреналин. Этот прыжок для молодых десантников первый. Оттого и самый волнительный. Преодолев страх, им предстоит покорить небо. Впрочем, запомнится эта воздушная вылазка и по другой причине. Компанию молодым бойцам составил сам генерал-майор Ханыш Абубакиров. В вооруженных силах Республики Казахстан есть свои традиции десантно-штурмовых войск. Мы после совершения первого прыжка командование, то есть командиры подразделения лично вручают каждому молодому воину, совершившему первый прыжок. Этот самый важный атрибут форматизации десантника – это теняшку и берет. Масштабные учения проходили в эти дни сразу в трех городах страны. Алматы, Капшигай, Талдыкурган. Прыжки военнослужащие совершали с военно-транспортного вертолета Ми-17 с парашютной системой Д-6 серии 4. Детство мечтал попасть в ряды Вооруженных сил Республики Казахстан. И сегодня я служил в 35-й десантно-штурмовой бригаде. На сегодняшний день мы совершили очень много тренировочных элементов для прыжков. Обкатку танка, стрельбу – все это прошли, чтобы сегодня мы стояли в этом ряду для совершения прыжков. Очень волнительный момент для меня сегодня. Но ради своей Родины мы все сделаем. Служба в десантно-штурмовых войсках считается одной из самых элитных. А значит, к носящим голубые береты предъявляются особые требования. И поэтому парашютная подготовка – это одно из главных условий службы в данном роде войск, напомнил генерал молодым бойцам. Дамир Анитов присодействует пресс-служба Капшигайского гарнизона Министерства обороны РК. Водитель автобуса, проехавший перекресток на красный сигнал светофора, оштрафован в Талдыкургане. Полицейские Алматинской области при мониторинге социальной сети обнаружили видеозапись, на которой выявлен факт грубого нарушения правил дорожного движения. На основании указанной видеозаписи водитель общественного транспорта был привлечен к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Стражи порядка провели разъяснительную работу с водителями общественного транспорта и руководством автопарка в целях предупреждения фактов несоблюдения аналогичных правил дорожного движения. Напомним, на территории Алматинской области 5 января стартовала оперативно-профилактическая акция «Правопорядок». Главная цель мероприятия – предупреждение и пресечение любых правонарушений и преступлений. Пранкеры ради лайков разбили свою машину в Алматинской области. В отношении двух молодых людей составлен административный протокол за мелкое хулиганство. На распространенном в соцсетях видео молодой мужчина колотит дубинкой лобовое стекло иномарки и, убегая, прикрепляет к машине надпись «Пранк». Казахстанцы не оценили действия пранкеров, посчитав шутку неуместной. Между тем, полицейские выяснили, что видеозапись сделана в городе Есик, райцентре Инбекши Казахского района. И в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили обоих правонарушителей. Материал уже направлен в суд для принятия процессуального решения. В свою очередь, авторы скандального видео обратились к казахстанцам, пытаясь извиниться и пояснить свой поступок. Я житель села Алмалы, Инбекши Казахского района. Хотел бы извиниться за свой поступок. Вот мой друг, водитель автомашины «Фольксваген». Мы готовы понести соответствующее наказание за свои действия. Сразу на двух избирательных участках Шимкента не соблюдали меры пожарной безопасности, передает Хабар-24. Отсутствовал аварийный выход и не хватало средств пожарной защиты. Об этом сообщили сотрудники местного управления по ЧАЭС. Информацию о выявленных недостатках специалисты передали в избирательную комиссию. Эвакуационный выход должен был всегда открыт, но на участках он был заблокирован посторонними предметами. А средства пожарной защиты вовсе установлены неправильно. Кража домашнего скота стала обычным делом в Кустанайской области. Есть села, где у животноводов бесследно пропадают целые отары овец и табуны лошадей, рассказывает корреспондент Хабар-24. Из-за частой пропажи скота животноводы даже перестали обращать внимание на исчезновение одного-двух баранов. Только за прошлый год в регионе зарегистрировали 190 подобных правонарушений. Статистика раскрываемости невысокая. До суда дошли лишь 59 дел. Сельчане винят полицейских в нерасторопности, а стражи порядка, в свою очередь, видят проблему в беспечности владельцев домашнего скота. Мол, животноводы оставляют стада без присмотра. Буждающих буренок стали отправлять на платную штрафстоянку, забрать которых можно за 6 тысяч тенге. Полицейские уверены, что это, если не искоренит скотократство, то хотя бы позволит сократить количество краж. Нур-Султан вошел в пятерку крупнейших городов с самым грязным воздухом на земном шаре в рейтинге World Air Quality. Это означает, что в атмосфере серьезное превышение оксида углерода, диоксида серы и диоксида азота. Эксперты говорят, что воздух в большей степени загрязняют автомобили. На них приходится 55% всех вредных выбросов, 25% на городские ТЭЦ и 20% это частный сектор с печным отоплением. К последним серьезной претензии экологов. Они уверяют, что люди закупают некачественный уголь, а еще для экономии сжигают дома весь бытовой мусор. Решить этот вопрос пытаются уже много лет, но с каждым годом кажется, что смог все гуще, а дышать все тяжелее. Министр экологии считает, что обстановку спасет только перевод столицы на экологическое топливо. Экологи предлагают брать пример с Германии, где запрещена эксплуатация автомобилей старше 7 лет. Из-за пандемии коронавируса в Японии сократились доходы владельцев ресторанного бизнеса, в связи с чем снизился спрос на голубого тунца. Об этом свидетельствуют итоги ежегодного аукциона, состоявшегося в Токио на одном из крупнейших в мире рыбных рынков. Туша весом в 208 килограммов была продана всего лишь за 166 тысяч евро. Это почти 10% от цены, уплаченной в прошлом году, когда за рыбину в 276 килограммов в 2020 заплатили почти полтора миллиона евро. Голубой тунец – вымирающий вид. Всемирный фонд дикой природы уже несколько лет ведет кампанию по защите редкого обитателя морских глубин. Экологи призывают власти Японии бороться с распространенной практикой чрезмерного вылова. Из-за локдауна британские авиакомпании British Airways и EasyJet вынуждены пересмотреть свои планы и наверняка сократят число рейсов. Уже ясно, что карантин лишит их доходов в период школьных февральских каникул. Аналитики предрекают, что это скажется на бронировании билетов на Пасху и лето. В British Airways заявили, что сейчас все внимание сосредоточено на сохранении направлений, по которым осуществляются перевозки жизненно важных грузов. Чтобы удержаться на плаву в первую и вторую волну коронавируса, авиаперевозчикам уже пришлось провести реорганизацию. Авиакомпании объявили о сокращении сотрудников. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, до пандемии сектор авиаперевозок обеспечивал 1,6 млн рабочих мест и 4,5% ВВП страны. Во власти снежной бури оказался ряд испанских регионов. В Горной Астурии, что на севере страны, лавина сошла на одну из дорог, заблокировав проезжавшие по ней автомобили. На помощь прибыла бригада коммунальной службы из двух человек, но сами они попали в ловушку из-за второго схода снега. Позже один из рабочих был найден мертвым. Поиски его коллеги продолжаются. По данным властей, спасателям удалось вызволить из подснежных завалов пятерых пассажиров двух автомобилей, в их числе и ребенок. По прогнозам, снегопады в ближайшее время не прекратятся. Оранжевый уровень опасности объявлен в 30 испанских провинциях. Пять медалей в копилку Алматинской области. Дзюдоисты Житусусского края успешно завершили 2020 год. На самом крупном первенстве Казахстана семереченцы завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. А это третье место в общекомандном зачете. Важное соревнование прошло в городе Актау, куда съехались чемпионы со всех регионов страны. Оно значимо тем, что победители и призеры станут членами национальной сборной страны и выступят на лицензионном чемпионате мира за право завоевать квоту на Олимпийские игры в Токио. Среди участников в честь Алматинской области отстаивала Камила Берликаш. Она завоевала чемпионское золото в весе свыше 78 килограммов. Во всех своих встречах спортсменка одолела соперников с явным преимуществом. В финале она встретилась с дюдоистской североказахстанской области Насгульмаратовой. Техничнее оказалась Камила. У меня в планах сейчас участвовать в чемпионате Гранд Слэм и завоевать первое место. Намечен также Кубок Европы, Азии и чемпионат мира. Планирую, конечно же, везде выиграть и попасть на Олимпиаду. Кроме него, Алматинскую область представили еще 17 спортсменов. Отличились своими победами и призовыми местами Нурсулу Яралиева, Гульнаст Нуридинова, Жанар Кашхен и Дамир Болотбеков. Отмечу, что на чемпионате Казахстана по дюдо конкуренция очень высокая. И третье место в общекомандном зачете – отличный результат. Однако тренеры говорят, что можно было и лучше. На 2021 год ставим перед собой большие цели. Спортсмены будут упорно готовиться на самые престижные первенства. Надеюсь, покажут хорошие результаты. Тренировки начнем уже в ближайшее время. Теперь с 9 января дзюдоисты в Алматинской области отправятся на учебно-тренировочные сборы в Шымкент. Проведут масштабную работу над ошибками и улучшат свое мастерство. А уже в феврале дзюдоисты примут участие в международном турнире, который по плану должен пройти в Ташкенте. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...